привет друзья и гости моего канала это видео я быстренько сейчас сниму осталось мало дней до новогодних праздников и все закупают продукты что повкуснее более праздничное меню и икра икру мы любим на праздничный стол как правило всегда делаем бутерброды с красной икрой то может себе позволить на черные икру делают но я черную икру не пробовал ни разу меня сноха купила на работе там не знаю кто-то откуда-то привез баночка 140 грамм стоит 290 рублей 140 грамм написано гост гостовская потом икра лососевых зернистая вот такая она принесла вчера и мы решили попробовать на вкус но мы не специалисты мы проведем эксперименты на подлинность и и проверим настоящая она или подделка новостях как-то тут была передача по поводу вот фальшивой икры которую продают сейчас который заполонил но это вот фальшивая по моему там озвучивали цифры до 80 процентов фальшивой икры продают сейчас особенно это перед новым годом она востребованный товар и продается быстро все и мы решили эксперимент провести результат этого эксперимента меня поразил но это было ожидаемое так скажем мы взяли с ней я повторяю сейчас на камеру вот этот эксперимент вот взяли такую маленькую рюмочку я вот ложечку приготовила беру вот такую на ложечке столько икры хватит нам в эту рюмочку складываю она упругая икринка от икринки внутри вот когда языком давишь такая лопается икринка первое что насторожила вот в этой икринке нет зародыша как глазок он не просматривается она просто такой вот пузырь в оболочке в такой и при надавливании языком или там он лопается и такой вкус рыбный растекаться во рту так скажем и мы соснокой решили ее проверить во первых вот когда мы покупаем горбушу непотрошенную и бывает что повезет и там попадаются с икрой горбуша и ее сами солим и вот когда моешь эту рыбку под водой под горячей ну из крана течет горячая вода и как бы ее моешь и ополаскиваешь икра сразу же при попадании на нее горячей воды и она начинает белеть как вот рыбку варишь когда она же тоже там бульон такой белесый само мясо белесый также себя ведет икра она начинает белеть даже не при температуре кипения вот просто горячая вода икра она должна при нагревании при как бы горячем при горячем такой среде когда заливаешь она должна белеть как вот вареная эта икра вот сейчас я чайник горячий у меня есть я еще подогрев его и посмотрим зальем что это у нас будет дальше для чистоты эксперимента я вот чайник он горячий мы недавно вот только что кофе попили но я его еще нагрею чтобы еще горячее было потому что все равно он немножко подостыл сейчас вот до кипения доведу и посмотрим как у нас дальше будет это все происходить придется немножко подождать это быстро вода снова закипела сейчас выключится все чайник выключился вода скипела вот наша рюмочка с икрой и сейчас мы крутым кипятком это зальем все смотрите я взрыла крутым кипятком даже пар идет что дальше происходит сейчас я помешаю поставлю чайник икринки не белеют они не варятся из чего они сделаны непонятно вот они кипятком залито ничего не меняется ничего как вот были они целые понятно что эта банка с икрой фальшивая натуральная икра лососевых и так она себя не ведет вот это очередная банка фальшивой икры не настоящие подделки не знаю как их делают из чего даже вот больно пальцам вот трогаю она очень горячие это рюмочка вот смотрите 140 грамм этот вес банки 290 рублей стоимость я посчитала на калькуляторе это выходит килограмм рыбы если по такой цене если я все правильно посчитала выходит 2071 рубль 1 килограмм вот если по такой цене брать то есть ты берешь рыбу 2071 рубль или вот килограмм такой икры 2071 рубль друзья вот чем брать такую подделку лучше на эти деньги допустим купить эту же рыбу там кита она килограмм нас магазине это может быть боюсь собрать но она дорогая рыба но если брать эту подделку и по такой цене как выходит то лучше хорошую дорогую рыбу купить чем вот эту подделку по моему со мной все согласятся и не будет тех кто скажет ой да лучше такое купить икру вот смотрите она стоит вот она вот руки обжигает и ничего не меняется мне разве настоящий икра так себя проявит в кипятке она по-любому бы сварилась стала березой даже видите вот на камеру пар попадает горячий воздух и и немножко вот сейчас даже я близко поднесла как бы туманом таким покрыл вот она вот она подделка а на вкус такой достойный вкус по моему но мы же едим икру редко и не специалисты какие-то все друзья всех с наступающим не нарвитесь на подделку покупайте только специализированных магазинах или в крупных супермаркетах хотя говорят что можно и там нарваться на подделку на сто процентов гарантия не тоже не дают всем пока до новых встреч